МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Андрей Федорович, это политическое дело. Я не удивлюсь, если это операция, спланированная врагами. Да что вам везде враги мерещутся? Может, проспала после вчерашнего и к ней уже поехали. На проводе. Дома ее нет. Я вам говорил! Говорил! Это срок премьеры! И пятно на советско-китайскую дружбу! Андрей Федорович, мне Язинский сказал к вам зайти. Андрей Федорович! Андрей Федорович! В начале лета 1954 года Андрея Федоровича Калдыша, замдиректора Киевского театра оперы и балета, скорая помощь увезла прямо из театра к сердечным приступам. Врачи оказали помощь вовремя. Все могло бы закончиться печально. Причина нервного стресса замдиректора была очень серьезная. Накануне в Киев прибыла китайская делегация во главе с министром культуры Китайской Народной Республики Мао Дунем. В рамках визита обсуждался вопрос о культурном обмене и обучении китайских студентов в творческих учебных заведениях Киева, Харькова и Одессы. Китайскую делегацию пригласили в Киевский оперный театр на первую послевоенную постановку балета «Красный цветок» композитора-киевлянина Рейнгольда Глиера. На представлении должно было присутствовать все руководство Украинской ССР. Первая постановка балета «Красный маг» состоялась 14 июня 1927 года в Московском Большом театре. За основу сюжета был взят реальный случай, когда в китайском порту задержали советское торговое судно «Ленин» с продовольствием. Советские газеты написали тогда о происках империалистов, которые препятствуют солидарности трудящихся. Главная героиня балета, китайская девушка Тао Хоа, помогла советским морякам освободиться из плена и вернуться к родным берегам. После прихода в Китай к власти коммунистов в 1949 году начался период советско-китайской дружбы, и балет, написанный больше 20 лет назад, стал ее символом. По просьбе китайских товарищей его название изменили. «Маг» для китайцев – олицетворение опиума, с которым велась непримиримая борьба. Так балет «Глиера» переименовали в «Красный цветок». При этом содержание оставили без изменений. Утром в день премьеры на генеральный прогон не пришла исполнительница роли Тао Хоа Раиса Довлатова. На телефонные звонки она не отвечала. К Ларисе домой отправили ее подругу, балерину Татьяну Гурееву. Она звонила в дверь и стучала. Безрезультатно. Тогда Татьяна обратилась к соседке, у которой Довлатова оставляла ключи. Квартиру балерины открыли, внутри – никого. Исчезновение примы послужило причиной сердечного криза замдиректора театра «Калдыша». К поиску пропавшей артистки подключили милицию. Розыск поручили майору Угро Клавдии Ивановне Кожан. Опергруппа под ее руководством немедленно выехала по месту жительства исчезнувшей Довлатовой. Соседка рассказала, что запасные ключи от квартиры Довлатовой хранятся у нее давно. Они по-соседски договорились, что Тамара Георгиевна цветы может полить, когда артистка на гастролях, а иногда даже прибраться и что-то приготовить. Ей некогда, а я на пенсии. Я поняла вас. Хорошо. Вов, отведи товарища Ясинского к мочухе, вместе езжайте в театр, узнайте, нет ли новостей. Ну и поговорите с этой Татьяной, как там ее? Гуреева. Вот именно, с Гуреевой. Хорошо. Скажите, когда вы последний раз видели Раису? Вчера около четырех часов. Вы знаете, она такая красивая выходила. Здравствуйте, Тамара Георгиевна. Ой, какая вы Раечка. На спектакль. Спектакль завтра. Сегодня ресторан. Молодой человек. Иностранцы. Целая делегация китайцев. О, смотри. Им очень нравятся наши девушки. Увезут. Ага, на сопке Манчжури. Тамара Георгиевна, пройдите, осмотритесь внимательно. Андрей, что у тебя? Пальчиков тут хватает. Все на месте. На трубке свежие отпечатки. А вы взгляните, есть ли костюм, в котором Раи уходила в ресторан? Я понимаю, если костюма нет, значит не возвращалась. Только возвращалась она. Я это слышала. Дверь открылась, а потом закрылась. И потом пришел какой-то мужчина. А как вы поняли, что мужчина? По голосу? Я слышала и видела. Рая, открой. Я слышу, ты дома, Рая. Раиса. Раиса, я слышу тебя. Открой. Значит, не открыла. А в котором часу это было? Приблизительно в 11 вечера. Не раньше. А потом, через час после этого я услышала. Дверь открылась и закрылась. Шаги вниз по лестнице тихие. Ну, вероятно, Раечка ушла, но одна. Интересно. А где же цветы, записка? А, так я их с порога убрала. Они у меня в квартире. Принести? Несите. Конечно же, несите. Андрей, что? Ну что, пальчиков тут хватает. На трубке отпечатки разные, так что... Да, и костюма, в котором она в ресторан ездила, все-таки нет. Если все так, как говорит соседка, то ночью она ушла в том, в чем была в ресторане? Не знаю. Вот, пожалуйста. Восемь цветков? И все? Да. Интересно, как на похороны? Похоже на китайский. Во время войны видела такие иероглифы. А мужчина китайец был? Ты разве со спины различишь? В это время оперативник в театре общался с Татьяной Гуреевой, коллегой и подругой пропавшей. Райка эту роль зубами выгрызала, а сейчас просто пропала. То есть, если Довлатова к вечеру не появится, спектакль отменят? Конечно, нет. Есть дублерша. Света срача. Дублерша? В каком-то смысле ей повезло. Будет танцевать в день премьеры. Это мы еще посмотрим, что из этого получится. У нее солистам, как бы это сказать, творческие разногласия. А вот у этого Лучкина с Довлатовой как? Тоже творческие разногласия? У Райки Случкины как раз-таки наоборот. В смысле? Они... Я сплетни не собираю. Понятно. В день премьеры спектакля «Красный цветок» Киевского театра оперы и балета пропала исполнительница главной партии балерина Раиса Довлатова. Девушка не пришла на генеральный прогон. Соседка Раисы рассказала, вечером накануне исчезновения к балерине приходил какой-то мужчина. Долго стучал, но Довлатова не открыла, хотя дома была. Он оставил цветы и записку, написанную китайскими иероглифами. Когда вы в последний раз видели Довлатова? Вчера вечером на банкете с китайцами. Гуреева рассказала, что в ресторане на банкете произошел неприятный инцидент. К Довлатовой стал клеиться один из членов китайской делегации по имени Мин Шен. В какой-то момент Раиса достаточно однозначно отшила кавалера и направилась в дамскую комнату. Ее догнал замдиректора. Ты что творишь, девочка? А чего он руки распускал? Кусок не отвалится, приветливее. Не испогань советско-китайскую дружбу. Да я... Да ты, если надо, и переспи с китайским товарищем, если будет принято на то решение. Поняла? Да отпустите. Ну и потом кто-то дал ее адрес. Чай. Будете? Нет, спасибо. А в котором часу это приблизительно было? Около одиннадцати вечера. Красивая брошь. Еще бы. Семейная реликвия Довлатовых. Раечка говорила, что другой такой броши на свете нет. Ясно. Спасибо за помощь. До свидания. До свидания. Мин Шен. 1918 года рождения. Помощник заместителя министра иностранных дел Китайской народной республики. Прибыл в составе китайской делегации в Киев. Именно его видела соседка Довлатовой у двери ее квартиры. Он оставил букет красных маков. За Мин Шеном проследили. Он находился в гостинице, где жила китайская делегация. Выходил на завтрак, затем принимал участие в дружественной встрече с профессорско-преподавательским составом Киевской консерватории. Никакого беспокойства не проявлял. Найти Довлатову сыщикам пока так и не удалось. Ни следов, ни зацепок. Разосланная ориентировка результатов не принесла. Допросить Родиона Лучкина, исполнителя главной мужской партии в Красном Цветке, до спектакля запретили. Палет прошел успешно. Разговор с Родионом назначили на утро. Но новость, которую получили сыщики, поменяла все их планы. Майора Кожан вызвали на место происшествия сразу же. Так как общие приметы девушки совпадали с теми, которые были указаны в ориентировке на балерину Довлатову. Одежда, лицо. Причина смерти – удары по голове тупым предметом. Однозначно, смертельные удары наносились сзади кирпичом. Но ранее остались характерные частички. Думаю, даже не успела среагировать. Под ногтями чисто. Убийца нанес не меньше четырех-пяти ударов. Ну что, скорее всего, человек был недостаточно сильный, потому что с первого удара не мог голову прошибить. Или очень нервный. Вот как? Есть еще пятна крови. Андрей Геннадьевич, одежду я вам передам. Смотрите-ка, что я нашел в волосах. Ух ты, цветочек. Я таких не видел. Выясним. На лацкане пиджака след. Думаю, там была брошь. Украшений никаких. Хотя, на руке видны следы от колец, а уши проколоты. Ну что, похоже на ограбление. Орудие преступления на месте не обнаружил. Зато нашел след от двух колес. Тело перемещали. Скорее всего, ее привезли сюда уже мертвую на садовой тачке. Вероятно, для того, чтобы спрятать в лесу. Получается, убили ее не здесь, а где-то недалеко. Потому как на тачке далеко не уедешь. Еще обнаружил следы. Обувь 36-го размера с каблуком и 44-й. Следы свежие. Время смерти? Уже сказать нельзя. А по состоянию пищи в желудке? Она ведь перед смертью была на банкете. Меню из ресторана я достану. Ну тогда другой разговор. Клавдий вам. Хорошо, работайте, ребят. Я свидетеля опрошу и с местными поговорю. Добрый день. Добрый день. Фамилию назовите свою. Зуйко. Расскажите, как все было? Ну так вот, шел по лесу, да и нашел. Сторожу ее здесь. Девушку эту видели раньше? Да как-то не рассмотрел. Она же синяя вся уже. А так? Я такой красавицы не помню. Кажись, видел. По словам Зуйко, пару недель назад он видел девушку около дачи партийного руководителя, Ивана Вадимовича Хруща. Он летом живет здесь с женой. А он сейчас есть на даче? Нет, Иван Вадимович вчера утром около восьми уехал. Видимо, ночевал здесь. Вот что мы с вами сделаем. Возьмете Андрея Геннадьевича, пройдете по дворам. Все садовые тачки, осмотрите, и кирпичи. Ну и особое внимание стройки. Сделаем. Матюха сообщил майору Кажан, у Довлатовой была уникальная брошь – семейная реликвия. Он распорядился разослать на нее ориентировку. Затем оперативник показал результаты вскрытия. Сомнений нет у Клавдии Ивановны. Это Довлатова Раиса Игоревна. Умерла приблизительно через два часа после приема пищи. По состоянию трупных пятен, с учетом погоды, смерть наступила около двух дней назад. И вот что еще. Она недавно делала аборт. Вот как. 27 июня 1936 года постановлением ЦИК и Совета народных комиссаров СССР был принят закон о запрещении абортов. Это привело к значительному повышению количества подпольных прерываний беременности и попыток женщин самостоятельно избавиться от нежеланного плода. Акушеры спекулировали на ситуации. За проведение запрещенной процедуры на дому брали немалые деньги. Страх перед суровым наказанием не мог сдержать ни женщин, ни медиков. Смертность от искусственного аборта и его последствий возросла в несколько раз. Ежегодно число смертей достигало двух тысяч. Только в августе 1955 года указом Президиума Верховного Совета преследование женщин за аборты было прекращено. Но наказание для медиков осталось. У криминалиста были новости. Он обнаружил записку в потайном кармане юбки. Жду тебя на... Дальше размыто. Значит, кто-то назначил нашей даме встречу? А кровь на одежде принадлежит не жертве. Группа крови четвертая и резус-фактор положительный. Это большая редкость. А вот это вещичка. Сердцевина редкого в наших краях цветка. Называется куркума. Вот как он выглядит. Интересный цветочек. А у меня вот что. Матюха сообщил, участковый поселка нашел свидетельницу, которая 3 июня видела такси в районе 11.30 вечера. Из него вышла женщина. Ну, лица она не разглядела. А вот две последние цифры номера автомобиля запомнила. 35. Завтра начну поиски. Около 22.00 Раиса Довлатова покинула застолье, а уже в полночь была мертва. Об этом свидетельствовали результаты вскрытия. От ресторана «Лыбить», где проходил банкет, до поселка Софиевская Борщаговка расстояние 10 километров. То есть доехать на такси можно было за 15-20 минут. Кто-то пригласил туда Довлатову. К тому доказательство записка, найденная при убитой. Но эти факты входили в противоречие с показаниями соседки-балерины, пенсионерки Крапивиной, которая уверяла, что до 12.00 Раиса была дома, не открывала настойчивому китайцу, а потом тихо ушла. Оперативники не видели причин, по которым соседка могла бы дать заведомо ложные показания. Либо она ошибалась во времени, либо в квартире был кто-то другой. Но кто? Нужно было поговорить с китайцем, который стучался в дверь Довлатовой. Ведь он почему-то говорил, я знаю, что ты дома. Майору Кожану нелегко было добиться разговора с Меньшином, но такую возможность ей предоставили. Меньшин назначил встречу в ресторане «Лыбить», где проходил банкет накануне исчезновения Раисы Довлатовой. Он не отрицал, что на банкете заигрывал к балерине. Кожан сразу начала с главного. Послушайте, товарищ Довлатова мертва. Смерть наступила, когда вы ломились к ней в дверь. Майор, думайте, что говорите. Я думаю, что говорю. Я ее больше не видел. Там за дверью. Она была дома, но не открыла. Откуда такая уверенность? Меньшин перед тем, как поехать к балерине, позвонил ей на домашний. На том конце провода взяли трубку. Дышали, но ничего не сказали. Я решил, что это приглашение. Я дал автомобиль. Товарищ Мин поехал не сам, с водителем Владимир Ахрименко. Во сколько звонили? Из ресторана около 10-30 вечера. Приехав, Мин убедился, что балерина дома. Через замочную скважину пробивался свет. Были слышны тихие шаги и шорохи. Раиса! Мужчина позвал Раису, но она не открыла. Он оставил букет и ушел. Почему 8 цветков? А почему не 8? У нас принято дарить нечетное количество. 3, 5, 7. А, у нас четное. Чтобы у каждого цветка была своя пара. Это символ любви. Ясно. Дальше что? Водитель меня привез в гостиницу где-то около 12 ночи. Я еще в ресторане гостиницы выпивал. Понятно. Пока Кажан беседовала с Миншеном, Матюха успела просить персонал ресторана лыпить. Официант, который обслуживал банкет, по случаю приезда китайской делегации, видел, как Раису Давлатову около 10 вечера забрала черная победа. Ни номера машины, ни водителя он не запомнил. Кажан предположила, что это мог быть еще один ухажер балерины. Приняли решение проверить всех владельцев автомобиля Победа в Киеве и области. Тем временем майор Кажан пригласила к себе артиста балета Родиона Лучкина. Заходи. По какому праву вы меня срываете с репетиции? Не надо так нервничать. Андрей, зайди. Мы расследуем убийство и опрашиваем все ближайшее окружение Давлатовой. Где живет ваша бабушка? На станции Жуляны. А при чем тут моя бабушка? Станция Жуляны находится в трех километрах от того места, где был найден труп. Где вы были, мы не знаем. С бабушкой вашей еще не общались. Сейчас пальчики откатаем. Образец почерка и крови возьмем, а там посмотрим. Андрей, заходи. Да что это такое? Я, конечно, понимаю. Премьера там, эйфория. Но что-то вы совсем не горюете. Все-таки погибла ваша любимая женщина. Отпечатки на трубке в квартире убитой. Ваши. А я и не скрываю, что встречался с Раей. Мало ли, где могут быть мои отпечатки у нее в квартире. Слушай, солист, ты мне уже надоел. Это свежие отпечатки. Давай. Рассказывай, когда ты их оставил в квартире Довлатовой. До того, как убил ее или после? Зачем мне ее убивать? Откуда я знаю? Может, ревновал. Аборт от тебя сделала? Какой аборт? Вы что, городите? Ладно. Рассказывай, где был ночь с 3 на 4 июня? Да, я был у нее дома. Но убить я никак не мог. Ее дома не было. Он пришел в квартиру Раи, открыл дверь ключом, который ему девушка давно дала сама. Он ее ждал. Когда раздался телефонный звонок, Родион подумал, что это Раиса. Рая, это шеф. Рая. Рая. Можно я приеду? Лучкин увидел в окно, как к дому подъехала машина. Из нее вышел китаец. Танцовщик затаился. Даже не подумал, что надо бы выключить свет в квартире. Рая, открой. Раиса. Раиса, я слышу тебя. Открой. Раиса. Ладно. Мы еще увидимся. Когда китайский кавалер ушел, Родион покинул квартиру Довлатовой. Это было около полуночи. Складно рассказываешь. Вот только как подружка твоя вначале тебе свидание назначает, а потом к мужику в машину Победы ныряет. Видимо, она уже потом приглашение получила. Но после того, как я уже ушел. От кого приглашение? Я не знаю. Но примы просто так не становятся. Для этого не только танцевать надо хорошо уметь. А что? Надо уметь? А вы не догадываетесь? Лучкин признался. Раиса была любовницей партийного руководителя по фамилии Хрущ. Он тоже присутствовал на банкете. Это тот самый, у которого дача в Софиевской Борщаговке? Похоже. Я и не ревновал. Ну, кто она мне, эта Рая? А благодаря высокопоставленному любовнику она главные роли получала. Ну, и я тоже... Богема. Ну и нравы у вас, балерунов. Я танцовщик. Да какой ты после этого танцовщик? Видел вас кто-то? Когда я выходил от нее, я зашел в дежурный гастроном на углу Красноармейской и Анри Барбюса. Водку и банку кильки брал. Родиона Лучкина действительно запомнила продавец дежурного гастронома номер 3 как полуночного покупателя. К тому же ни группа крови, ни размер обуви танцовщика не соответствовали уликам, найденным на месте преступления. Да и записку писал не он. Это установила экспертиза. Майор Кажан понимала, что без весомых оснований допросить партийного руководителя Ивана Вадимовича Хруща ей не удастся. Сыщики стали аккуратно добывать сведения из бесед с теми, кто был рядом с ним. Иван Вадимович также присутствовал на банкете по случаю приезда китайской делегации, но уехал оттуда только после часа ночи. Это видели все, кто засиделся. Значит, убить Иван Вадимович никак не мог. Следствие зашло в тупик. И тут появилась новая информация. В антикварный магазин номер 4 неизвестный принес брошь довлатовой. Позвонившие работники магазина пообещали, что постараются разговорами задержать клиента. Молодой человек, куда вы спешите? Вам за эту вещь больше трех тысяч рублей никто не даст. Кажан издалека узнал ранее судимого вора Степана Петюнова по кличке Петюня. Рожь, давай. Спасибо. Да не мое это, я нашел. Ах, нашел он. Ну, пойдем, расскажешь, как нашел. Давай без реверанцев. Где брошь взял? Нашел. Нашел? Ты еще скажи на Крещачке. Смотри мне, Петюня, если 4 июня ты был в Софиевской Борщаговке? Да, я был там. У Зазнобы. Листочки у тропинки. Размер обуви какой? Ага, 45-й. Говоришь, у трупа нашел? После того, как балерину пришел. Какая балерина? Да не бывало я тут девку. А кто ж тогда? Значит, получается, кто-то пришел по голове ее, брошь снял и говорит, намол Петюня по бедности. Зря насмехаетесь. Я не видел ее живой. Видел уже ее зажмуренной, когда на тачке привезли ночью. Петюня возвращался домой, срезал дорогу через лес. Там и увидел парочку, которая прятала труп. Когда они ушли, Петюня подошел ближе и заметил на пиджаке убитой украшение. Затем снял остальные ценности и забросал тело ветками. Время прошло. Решил сдать. Где не нужны были? Вот портреты, составленные со слов задержанного Степана Петюнова. А вот фотографии из личного дела кандидатов члены политбюро ЦК КПУ Хруща Ивана Вадимовича и его жены Жанны Петровны. Сомнений не оставалось. Именно эти люди на тачке в ту ночь привезли тело Раисы Довлатовой. Кожан получила санкцию на обыск дачи Хрущей. В доме Хруща ничего не нашли, но за домом сыщиков ждал сюрприз. Вы тут комедию не ломайте. Обычная тачка. Андрей Геннадьевич, что ты там делаешь? Сынок у меня физик, в школе на доске почета. Что-то там покумекал, поставил более мощный синий фильтр, и теперь можно найти пятна крови. А перекись водорода не оставляет сомнений в том, что это действительно кровь. Ну что же вы на это скажете? Откуда я знаю? У меня здесь рабочие работают. Мало ли что в мое отсутствие. А еще у нас цветочек есть интересный. А что забавно, точно такой же цветок был найден в волосах убитой Довлатовой. Так что придется вам, товарищи, проехать с нами. Майорка Жан дождалась результата в экспертиз. Кровь на одежде жертвы была той же группы, что и у Ивана Вадимовича Хруща. Его обувь по размеру полностью совпала с отисками с места преступления. На опознании Степан Петюнов узнал в супругах Хрущ парочку, которая прятала труп Раисы Довлатовой. Да кому вы верите? Ну кто этот пьяница? Уму непостижимо. Подговорили? Провокатор. Ваша кровь была найдена на одежде убитой Довлатовой. Также мы знаем, что вы состояли с ней в интимной связи. А еще в одежде убитой была найдена записка, написанная вашей рукой. Кровь на даче. Полное совпадение следов возле трупа. Они ваши. Это заговор. Вы еще пожалеете. Ваня, выведи гражданина в коридор. Пускай остынет. Поверьте, мы не убивали ее. Она уже была мертва. В день премьера спектакля «Красный цветок» Киевского театра оперы и балета пропала исполнительница главной партии балерина Раиса Довлатова. На следующий день ее труп нашли в лесу недалеко от Киева. Довлатова скончалась от множественных ударов тупым предметом по голове. Сыщики установили, убитая была любовницей женатого партийного чиновника Ивана Хруща. Его дача находилась рядом с местом, где обнаружили труп балерины. Случайный свидетель видел, как супруги Хрущ прятали в лесу тело Довлатовой. Супругов задержали, но они уверяют, девушку не убивали. Да поверьте, мы не убивали ее. Она уже была мертва. Жанна Хрущ призналась. Ей кто-то позвонил и сообщил, что сегодня ее муж собирается на их даче встретиться с любовницей. Женщина взяла билет на последний рейсовый автобус в Софиевскую Борщаговку. Жанна растерялась. Подошла к уже мертвой Довлатовой. Она увидела, что в доме никого нет и не могла понять, как незнакомка оказалась на территории их дачи и кто мог с ней расправиться. В это время к даче подъехал муж. Ты что натворила? Это не я. Я только что зашла. Кто она? Кто она, Кобелина? Надо милицию звонить. Никакой милиции. Понял? Тачку сюда, быстро! Супруги повезли на тачке труп в лес. Там нашли подходящее место и спрятали тело. Забросали ветками. Они спешили. Иван Вадимович поранился о ветку. Не сразу заметил. Несколько капель его крови попали на одежду убитой. Супруги рассчитывали, что звери и жара сделают свое дело. Тело через несколько дней никто не узнает. Все планы парочки спутал случайный свидетель Петюня. Показания супругов проверили. Жанна Хрущ действительно приехала на дачу последним рейсовым автобусом, который уходил с автовокзала в 23.47. Там шикарно одетую женщину запомнили. Раньше, чем в пол первого ночи, она оказаться на даче не смогла бы. Иван Вадимович покинул банкет в ресторане Лыбить в полночь. Это подтвердил и водители, многочисленные свидетели. Отыскали и водителя Победы, который подвез балерину. Он не под протокол признался. Хрущ устроил его сына на работу водителем в секретариат ЦК КПУ. За это он выполнял для партийца некоторые поручения на своем личном автомобиле. Возил любовниц, забирал его после попоек из ресторана. В тот вечер привез девушку около 23-30. Она вышла и он сразу уехал. Следствие потеряло главных подозреваемых. Хрущи действительно спрятали тело, но не убивали Довлатову. В это время они оба находились далеко от своей дачи. На следующий день к майору Кожан пришла женщина. Меня зовут Анфиса Павловна Урюкова, таксистка. Мне участковый Шевченковского района сказал к вам зайти. Слушаю вас. 3 июня я везла женщину в поселок Софиевская Борщеговка. Номера машины УЧ-21-35. Жительница одна видела вашу машину. Ну да, так я была. Кого везли? Женщину молодую. Урюкова взяла женщину около ресторана Лыбедь в 23-10. Отвезла в поселок Софиевская Борщеговка. Пассажирка попросила остановить за квартал от ближайших дач. Женщину описать сможете? Она была в такой шляпе белой с большими полями. Стройная. Лицо запомнили? Лицо нет. Она же в шляпе была. Да и знаете, сколько этих лиц за день? Мы разве всех запомним? Ну, кольцо на ней было, когда она рассчитывалась такой с балериной. Странно все это. Райка эту роль зубами выгрызала, а сейчас просто пропала. Чай будете? Нет, спасибо. Кольцо говорите. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Я вас сейчас проведу, вы напишите показания и поподробнее, пожалуйста, о кольце с балериной, хорошо? Да, конечно. Подождите пока в коридоре. Всего доброго. До свидания. Иван, это что? Видел я это кольцо Клавдии Ивановны у Гуреевой. У кого? Ну, у подружки его, у балерины, у Татьяны Гуреевой. Погоди, погоди, погоди. Танечка, балерина, ее еще соседка знает, она и дверь открывала. Давай-ка поехали к ней. А ты отведи эту таксистку к Смирницкому, пускай он все показания запишет, пусть практикуется. Есть. Жду вас на улице. О, товарищ оперативник, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, забыла имя. Иван. А вы? Майор Кожан. Понятно. Чем обязана? Возникли некоторые вопросы дополнительные. А вы куда отправились после банкета? Домой. пешком или на такси? Товарищ Есинский подвез. У-у-у, какая штучка забавная. Где ж такое купить можно? Нигде. Это моей бабушке. Она была балерина, и мама тоже. Ну что ж, в таком случае не возникает сомнений в том, что вы были в поселке Софиевская Борщаговка в вечер убийства вашей подруги. Таксистка вас запомнила. Как опознала? В шляпе? Вернее, в тот вечер я была в шляпе, и банкет покинула одна из последних. Это все видели. Это во второй раз, а вот в первый... А вот и шляпа. Точно такую же описала нам таксистка. Так что не повезло вам, гражданочка. Руки у вас побитые, кирпичом били. Есть улика. Ваша сумочка. Отпираться бесполезно. На ней отпечатки ваших пальцев. А внутри пыль от кирпича и кровь. А вот это экспертиза, подтверждающая этот факт. Кирпич с собой привезли, не надеялись в темноте найти. Да, действительно, такой на даче у хрущей был один. А вот сумочку пожалели выбросить. Чистосердечное признание мне поможет? Да, собственно, вопрос у меня остался только один. Как вы назад с дачи в ресторан вернулись? А чистосердечное оно, конечно, поможет. Признаю, я ненавидела Раису. Она всегда умела мужиками крутить. Лучкина у меня отбила. Потом этот хрущ. У меня талант. А главные роли доставались ей. как я обрадовалась, когда она залетела. Она как-то мне призналась, что планирует на хруща надавить и оставить ребенка. Считала, что с таким папой ни она, ни ее малыш не пропадут. Но затем ее планы изменились. Мне только что сообщили, что Тау танцуешь ты. Да. Я об этом узнала еще вчера. Так ты же в положении. уже нет. Что? Понимаешь, если Иван Вадимович разведется со своей женой, будут проблемы. Так что как покровитель он значительно лучше, чем как муж. Это моя партия. Я репетировала, изучала. А мне предложили репетировать во втором составе. Я отказалась. Так взяли Светку. Так она вообще. Гуреева приехала минут через двадцать после Довлатовой. Подруга ей говорила, что не любит находиться в чужом доме без хозяина. Рая сидела во дворе. Гуреева тихо вошла, первые удары нанесла сзади. Боялась, что может не хватить сил. В Киев вернулась попуткой. Ночью всегда много возвращается. Вернулась в ресторан. А я знаю, почему вы отказались репетировать во втором составе. Да что вы понимаете, это балет. Да, в балете я плохо разбираюсь. Тут вы правы. А вот в психологии убийцы, если бы вы были дублершей Довлатова и она пропала, на премьере танцевали бы вы. И что? Ну, тогда ваш мотив был бы сразу понятен. Но вы мыслили масштабно. Вам не нужна была эта роль. Вам нужно было место примы. Я была больше ее достойна этого. Как показало жизни следствие, нет. Татьяна Валерьевна Гуреева за умышленное убийство была приговорена к 10 годам лишения свободы. Супругов Хрущ за недонесение о совершенном преступлении приговорили к одному году колонии. Ивана Вадимовича лишили званий и правительственных наград. Правда, через полгода стараниями отца Жанны супруги попали под амнистию и вышли на свободу. Они переехали жить в Ростовскую область, подальше в Ростовскую область. Продолжение следует...